Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Я надеюсь, что вы уже отошли от праздников и вошли в хороший рабочий режим. Сегодня такая животрепещущая тема, которая волнует достаточно большого количества невест. Сколько агентства накручивают на услуги подрядчиков? Погнали! Эта тема будет интересна не только для невест, но и для тех, кто работает на свадьбах, для организаторов и всех остальных. Но так как у меня канал для невест, то информация будет все-таки больше для невест. Нередко бывают случаи, что организатор начинает подбирать команду подрядчиков, и невеста берет тот пул подрядчиков, который подобрал организатор, и начинает обзванивать каждого исполнителя для того, чтобы узнать, сколько будет стоимость, если обратиться к нему без агентства. Также бывают случаи, когда невеста звонит исполнителю, а исполнитель говорит, что он занят на эту дату, и невеста затем, возвращаясь к организатору, говорит о том, что, ой, вы знаете, мне не подходит этот подрядчик. Ну, естественно, организатор не понимает, почему он не подходит, если все было хорошо, и он подходил, в общем-то. И спустя время, когда проходит какой-то определенный промежуток времени, выясняется, что невеста, оказывается, звонила, или кто-то из родственников невесты звонил этому подрядчику, и он сказал, что он занят. Так как невеста не представилась, так как она не сказала, что я та самая невеста, что у меня вот такая дата свадьбы, естественно, подрядчик, думая о том, что он занят этим агентством, не отдает дату кому-то другому до тех пор, пока не определится, пока не будет понятно, что с этим агентством. Даже если у него еще не подписан договор с агентством, или не подписан договор с невестой от агентства, то подрядчик в любом случае не будет отдавать дату, потому что он сначала позвонит агентству, спросит, какие дела, держать ему дату или не держать, и только после этого он сможет эту дату освободить. В итоге что получилось? Невеста начинает выяснять с агентством отношения, что агентство предлагает ей подрядчиков, которые уже заняты на эту дату. Начинается спор, агентство звонит подрядчику, спрашивает у него, занят он или нет, он говорит, нет, я же держу дату за тобой. Агентство начинает доносить информацию до невесты, что так он свободен, все хорошо, а невеста говорит, так нет, он же не свободен, он занят. И потом, спустя время, выясняется, что она звонила, и вот получается вся эта неразбериха, понимаете? То есть просто из-за одного действия масса негатива, который усложняет процесс, портит отношения, которые вообще, в общем-то, никому не нужны. Сейчас такое время, что абсолютно любого можно найти в интернете. А если вашего исполнителя нет в интернете, то я вам рекомендую серьезно задуматься, почему его нет в интернете, и поменять этого исполнителя, значит, он непрофессионально, возможно, этим занимается, понимаете? То есть сейчас время, когда вы в любой момент можете зайти на сайт или в инстаграм исполнителя и увидеть цену, сколько он стоит. Наоборот, иногда подрядчики и организатор, имея дружеские отношения, могут договориться на более льготных, на более выгодных условиях для невесты, когда, например, у невесты не хватает бюджета, но при всем при этом организатор в 99% случаев все-таки работает на повышение качества. Организатору важно, чтобы вне зависимости от того, какой бюджет у невесты, чтобы у невесты был качественный декор, чтобы у невесты был качественный ресторан, чтобы у невесты был качественный исполнитель, фотограф, видеограф, ведущий и прочее. И в таких случаях нередко организаторы договариваются действительно о хороших, выгодных условиях для невесты, чтобы подрядчик за дружеские отношения отработал на более льготных условиях или дал, может быть, что-то больше за ту же стоимость, которая есть у подрядчика. Поэтому это мнение, что организатор накручивает что-то на подрядчиков, это очень большое заблуждение, и обзванивая всех подрядчиков, и перепроверяя стоимость, вы мешаете процессу организации свадьбы, вы вставляете палки в колеса, и организатор рано или поздно все равно узнает о том, что невеста позвонила этому ведущему или этому фотографу, и тем самым взаимоотношения у невесты и организатора подрываются, портятся, и уже нет вот этих доверительных отношений, которые были на начальном этапе подготовки мероприятия. Я могу сказать вам больше, у меня завален весь Инстаграм, вся почта, весь Телеграм предложениями от исполнителей отработать у нас на мероприятии за более выгодные условия для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы начать работать в команде, потому что они давно хотят посотрудничать с нашим агентством. Ушли те времена, когда организаторы сутками напролет сидели, подыскивали ведущих, фотографов и так далее. Сейчас все настолько просто, настолько легко найти исполнителей, но вопрос, какого качества будут исполнители. Так вот, продолжая тему того, что у меня завалена абсолютно вся почта, весь Инстаграм предложениями о сотрудничестве, как отличить профессионального исполнителя от непрофессионального? Да очень легко. Если подрядчик пишет о том, что моя стоимость вот такая, но а сверху вы можете накрутить сколько хотите и продавать меня за сколько хотите, хоть за миллионы рублей, о чем это говорит? О том, что сотрудничать с этим подрядчиком мы, скорее всего, не будем, как и любой другой организатор. Расскажу вам еще одну историю, когда забронировали кавер-группу и невеста или кто-то из родственников невесты решил перепроверить организатор, позвонил этой же кавер-группе узнать о стоимости на конкретную дату, ну свою дату. И продюсер кавер-группы называет меньшую стоимость. Естественно, скандал, разборки, почему стоимость меньше. А нам бы сказали стоимость вот такой. Теряется время для того, чтобы вообще выяснить, а что произошло, почему такая стоимость, почему невесте называются совершенно другие цифры. Выясняется. Что, естественно, кавер-группа, основной состав был забронирован. Основной состав состоял из шести участников, из хорошей вокалистки, из живых барабанов. Но продюсер, чтобы не терять деньги, чтобы заработать чуть больше в этот день, на этой дате, он набирает другой состав по-быстренькому, понимая, что есть же живой клиент, надо брать срочненько. Но качество той кавер-группы совершенно другое. То есть там более слабая вокалистка, там неживые барабаны, там меньший состав и так далее. И на выходе, естественно, и цена меньше. Но ни невеста, ни родители или родственники невесты не разобрались же в этой ситуации. И для них сразу же виноват организатор, что он накрутил, что он неправильно назвал цену. На выходе получается, что невеста тем самым, вот этими перепроверками и тем, что она, не разобравшись с ситуацией, начинает вставлять палки в колеса. На выходе получается, что она тормозит процесс организации свадьбы, мешает организовывать качественное мероприятие и тратит время не на то, чтобы пойти дальше и придумывать концепцию, утверждать место церемонии, делать там пригласительные и так далее. Вопросов очень много в момент организации свадьбы. А теряется время на выяснение отношений, на то, что, на выяснение того, что и так понятно, что, разумеется, дата для этой кавер-группы занята. Естественно, они не могут этот же состав, если уже подписан договор, если уже внесена предоплата, они не могут этот состав уже отдать никому. И, естественно, продюсеры, чтобы не терять деньги, он предлагает кого-то другого, но он просто не договаривает, кого он предложил, понимаете? И на выходе вот это вот доверие, которым я пытаюсь вам донести на протяжении всего этого видео, оно подрывается, и взаимоотношения становятся хуже. И процесс организации свадьбы для невесты превращается в неприятный процесс, процесс конфликтный. И вместо того, чтобы получать удовольствие от того, что она работает с организатором, она на выходе, ну, ей остается такой осадочек, что вроде как не надо было, наверное, это и делать. Так сколько же агентство накручивает на услуги подрядчиков? В современном мире агентство сверх стоимости на услуги подрядчиков ничего не накручивает. То есть та стоимость, которая у него на сайте или в инстаграме, она будет точно такой же и у организатора, который предложит вам того или иного исполнителя. Хотя бывают случаи, когда подрядчики дают более выгодные условия для организатора, более льготные условия для того, чтобы поработать в команде с организатором. И для того, чтобы, ну, организатор, соответственно, делает это для того, чтобы повысить уровень своего мероприятия, которое он делает для невесты. Так что, как пелось в известной песне, да, думайте сами, решайте сами, звонить или не звонить. Всего хорошего, мои дорогие. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то оставляйте, пожалуйста, комментарии, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Пусть как можно больше людей узнает, сколько же агентство накручивает на услуги подрядчиков. Все, пока-пока.